Всем привет ребята! Вот еду сюда и думаю, все-таки вот этот заполонивший Китай нашей дороги, ну по крайней мере здесь, в московском регионе, сможет ли он все-таки занять со временем какое-то место на рынке автомобилей БУ? Как вы думаете вообще? Новые-то сейчас покупают, а вот что будет с ними с БУ? Вот проверенный уже временем, скажем, корейский автомобиль Санта-Фе, да, купил один из моих подписчиков и приехал, чтобы поделиться своей историей. Знакомьтесь, Руслан! Всем добрый день! Мы тут ребята на жаре, поэтому поставьте пожалуйста лайкосы, мы стараемся. Руслан, расскажите пожалуйста, что за машина, на чем ездили до этого, ну начали с машины. Да, это Хёнде Санта-Фе, 2018 года выпуска, коробка автомат 8-ступенчатый, двигатель D4HB для любителей, для тех, кто разбирается в корейских двигателях, 200 лошадиных сил, 400 ньютон-метров летящего момента. 2018 год, 3200, да? Да, 3200, по-моему, вот так. И пробег... Пробег 99 тысяч был. Ну, 100 тысяч километров. Автомобиль приобрел весной, проехал пока только 6 тысяч километров, сделал первичное обслуживание, ждем с нетерпением зимы, как будет дизель себя вести зимой, это очень интересно. Куда удалось съездить? Ну, какие-то уже дальние были поездки, да? Дальние поездки вот по М4 в сторону Ростова, Воронежская область, Липецкая, Тульская, Рязанская, вот там я уже побывал на этом автомобиле пока. Как себя повел? Мне очень нравится, вот, конечно, после механики на автомате отдыхаешь, вот, но на механике как будто ты больше принимаешь участие в движении. Перед передачу включил, сцепление выжил, вот, это разница большая. После 15 лет вождения на механике, владения автомобилями на механике, конечно, разница чувствуется. Вот сейчас надо тогда сказать, на чем до этого ездили? Да, ездил до этого 10 лет на Chevrolet Reza, это такой минивэн семейный, и потом Chevrolet Captiva была, тоже на механике, с дизельным двигателем, вот, очень понравился автомобиль, вот, но был уже достаточно, требовал внимания усиленного, скажем так, вот, и были, также появились небольшой запас денег для покупки. Более нового, свежего автомобиля. Он также на дизеле, мне очень нравится. То есть было уже пора, пора, да? Ну, скажем так, да, да, было. Ну, вот такое прям отношение, что дизель на дизель обязательно, ну, то есть трактор, да? Да, да, именно так, я, мне прям хотелось именно трактор, да. Чем нравится дизель вообще? Дизель нравится, тяга с низов, это приятное ощущение, вот. Я, конечно, не ездил на каких-то других автомобилях, которые, возможно, более мощнее, например, бензиновые, да, которые ты тоже нажимаешь, и там сразу большое количество топлива сгорает, и ты чувствуешь динамику. Понятно. Правда говорят, что если на дизеле уже поехал, то есть дизелиста пересадить на бензин очень сложно, да? Ну, на самом деле, по опыту общения с владельцами Коптив на дизеле, да, и вообще с другими тоже трактористами, да, некоторые говорят, что, ну, его в баню с нашей соляркой, с нашими сервисами, которые ремонтируют автомобили, которые их не могут ремонтировать, отказываются от ремонта. Люди просто не хотят ездить на дизелях, и такие мне попадались случаи из общения. Ну, прошло время, и вот свершилось. Новый автомобиль, ну, в смысле, для себя новый. Да, для меня, как бы, ничего страшного, то есть, если там я, допустим, за пять лет два раза, допустим, ремонтировал топливную, да, ну, тут я, допустим, это сделаю один раз, ну, ничего страшного, вот, как на мой взгляд. И то, она тут, ну, надежнее, насколько я слышал. То есть, я надеюсь, что все-таки у меня так каких-то серьезных проблем с ней не будет. Это вот разница в топливной системе Бош и... Бош и Делфи, да, на Коптиве, да, да. Здесь Бош. Здесь Бош, на Коптиве, Делфи, да, и учитывая то, что, надо учитывать тот момент, что все-таки запчастей сейчас, нормальных нету. И вот на Делфи ставят китайские аналоги. И они не всегда хорошего качества. Из-за этого возникают проблемы в эксплуатации. То есть, здесь Бош, он реже ломается, да? Бош, да, Бош надежнее, насколько, опять же, из моего опыта, из того, что я слышал. А сами покупали или как-то кому-то обращались? Где, кстати, в Москве или здесь, да? Да, я купил автомобиль в Москве, но использовал помощь автоподборщиков, подписан там на один канал. Он у меня вызвал доверие, оформили с ними договор, указал им требования необходимые, какие для меня приемлемы по стоимости, даже по цвету, по функционалу автомобиля. Они взялись за подбор, конечно, сначала цену завышали, что вот давайте мы вам найдем такой вот автомобиль, ну, побольше, чем я планировал. Ну, в итоге договорились, что давайте все-таки снизим, снизим планку. Ну, сколько? Вот, ну, мы снизили как бы до 3,4 миллиона, но в итоге автомобиль я купил за 3,200. А их услуги сколько стоит? А услуги их стоит, если подбираешь автомобиль свыше 3 миллионов рублей, там, по-моему, от 3,4, то стоит 40 тысяч рублей. 40, да? Да. Ну, изначально, кстати, надо сказать, что я искал Kia Sorento Prime, мне он как бы больше нравился. Вот именно внешне, вот такая вот фара у него, такие, более такие крупные, как вот, например, на Коптиве на той же. Вот. Но подборщик сказал, что тяжело будет найти. В общем, порекомендовал, давай посмотрим какие-то аналоги. И, в принципе, мне Santa Fe тоже вполне устраивает. По функционалу это тот же самый двигатель, то же самое АКПП, то же самое качество, отделки и так далее. А предложений очень много было, я имею в виду, вот по Santa Fe? Угу. Ну, в итоге мы посмотрели всего лишь два автомобиля. Один был, один был вот этот, да, и второй был, он приблизительно такой же комплектации был, но у него, например, вместо кожи был какой-то дермантин. Там был пробег небольшой, но там было все затерто. Там был какой-то ремонт непонятный, этот капот стоял криво. То есть, при детальном рассмотрении автомобиля мы приняли решение от него отказаться. То есть, всего два автомобиля мы рассмотрели. После покупки, как обычно, конечно же, поменять... Кстати, извини, пожалуйста, проверяли они пробег, да? Да, проверяли пробег с помощью диагностического оборудования. Были высланы все скриншоты с экранов диагностического оборудования. Все возможные отчеты из различных баз по судебным приставам, по штрафам, по залогам. Вся детальная информация по каким-то возможным техническим проблемам. Там где-то что-то течет, там, или радиатор. А уже было какое-то заявлено, что какие-то надо проблемы решить? Конечно, да. Перед тем, как я купил автомобиль, было сказано, что вот, допустим, здесь что-то запотевает. Но это не критично. Здесь, допустим, там, нужно будет в будущем поменять, там, что-то поменять. Ничего не вылезло такого? Нет, не вылезло. 6 тысяч пока проехал, ждем зиму. Вот, она еще впереди. Так. Я думаю, что это будет хорошо. Что пришлось делать? Да, что сделал? Ну, как обычно, да, замена масла в двигателе, замена фильтра, замена фильтра салона. Две частичные замены масла в коробке передач. Обслуживание полного привода. Это передний редуктор, смазывание шлицов, так называемых, которые ржавеют, которые плохо смазаны с завода. Обслуживание заднего привода, то есть замена масла в редукторе и в заднем дифференциале. Это по технической, да? Да, и по технической части я... А, ну, поменял передние диски колодки, они были достаточно сильно изношены. Также машина была на зимней резине с дисками оригинальными. Я купил комплект дисков на лето и резины на лето тоже купил комплект с датчиками давления тоже. Йокогамма, да, из Филиппин, то есть это именно вот зарубежное производство. Нормальное. Да, да. Как себя ведет? Хорошо? Резина? Да мне трудно сказать, я особо не чувствую. Я как-то не приходил, не было такого, что я вот, например, где-то там меня бросало или еще что-то. Трудно сказать. Нормально, все хорошо. А условия езды, это больше загородные, да, и в таком спокойном более режиме? Условия езды в основном загородные были, да, вот с мая по конец августа. Я имею в виду вот сам стиль вождения. Стиль вождения у меня плавный, спокойный, вот. А местной эксплуатации в основном трасса была. Ну, где-то в лес заезжали, потраве ездили. Ну, везде было сухо, никаких грязных экстремальных условий не было. То есть семейный автомобиль? Да, семейный автомобиль, я на нем куда-то далеко не лез. Я и на коптиве боялся лазить куда-то, и тут тем более. Как-то не для этого он создан все-таки. Для ним под капот, что там они? Шесть лет все-таки прошло. Да. Как состояние? Вот интересно, я помню, что в свое время очень много было обзоров на новый этот автомобиль, что вот что-то там были какие-то проблемы у кого-то нет, что были довольны, едет там хорошо, а вот как он будет показывать тебе? Я когда машину искал, вот думал, вот сейчас вобью в Ютюбе запрос, типа двигатель Д4ХБ, проблемы. В итоге смотришь, везде проблемы одни и те же. Проблема с топливной системой, что люди неправильно обслуживают, заливают не то топливо или еще что-то там, или где-то какая-то неполадка, вовремя не приезжают на ремонт, там гидроудар или еще что-то. У всех одно и то же. Проблема обслуживания? Да, проблема обслуживания вообще в целом. Нет такого, что типа вот именно у этого проблемы, у этого двигателя вот именно какая-то проблема, она заложена производителем, и это прям косяк его. Заводская. То есть, да, это именно проблема вообще эксплуатации любого дизельного двигателя. Масло не меняют люди. Подолгу. Можно вот сейчас, если уже на дизеле давно, вот что, какие особенности, что нужно делать, если вот молодой дизелист, да, и вот чтобы не попадать на ремонт, что лучше? Надо, конечно же, обслуживать топливную систему, да, то есть следить за топливной, ну не обслуживать топливную систему, а следить за использованием правильного топлива, вовремя менять топливный фильтр. Можно следить, вот подъехал ты на заправку и что? Ну, это, если ты подъехал на заправку где-то на известном бренде, то, скорее всего, у тебя будет все хорошо. Если ты где-то там в полях и подъехал на заправку, которая малоизвестна, то там у тебя, возможно, будут проблемы. Там будет и водичка, или еще что-то, да, в том числе и про бенде. Так, смотрим на топливную систему. Да, смотрим на бренда, где ты покупаешь, да, меняем вовремя топливный фильтр. Каждый производитель об этом говорит по-разному. На предыдущем автомобиле, там было написано, что надо менять, по-моему, раз в 30 тысяч. Ну, для тяжелых условий эксплуатации надо сократить его в два раза, то есть раз в 15. Некоторые меняют раз, там, в замену масла. Вы как меняли? Я менял там раз в 15 тысяч. То есть как для тяжелых условий? Ну, да, да. Так, топлива, топливный фильтр. Топливный фильтр, да. Масло нужно менять почаще, чем раз в 15 тысяч, потому что здесь двигатель турбированный. Турбина, она охлаждается маслом. Блин, кстати, здесь как охлаждается, может быть, еще и антифризом. Это я точно, если честно, не могу сказать. Но за маслом нужно следить обязательно. Масло покупать в проверенных магазинах. Да, сейчас у нас выбор масла может быть небольшой в России, но все равно наши производители тоже делают масло. Они используют те же самые присадки, которые приводятся из-за рубежа. Я думаю, масло хорошее можно найти. И если выполнять... То есть все стандартно-то для дизеля, точно так же, как и для бензина. В принципе, да. То есть обслуживание регулярное и качественными... Качественными запчастями. Качественными запчастями. Они вовремя не приходят на зимнее топливо. И могут быть проблемы. Опытные трактористы, дизелисты добавляют присадки. Присадки, да? Да, чтобы я тоже добавлял, кстати. При больших морозах или вообще, когда... Ну, я добавлял, чтобы хорош... Там немножко были небольшие проблемы у меня с запуском двигателя. Даже при минус 5-10 градусов. Я там добавлял даже пораньше. Так-то вообще-то, в принципе, некоторые говорят, что и этот автомобиль, я вот читаю формы, в минус 30 у людей заводилось, все было прекрасно. Ведь на самом деле для дизеля важно не только какое топливо, но еще пусковой ток аккумулятора, работа топливной системы, насколько она правильно создает давление в топливной рампе. Кстати, здесь почему-то аккумулятор стоит меньшей емкости. То есть меньше пусковой ток, чем, например, на Коптиве. Там был у меня, по-моему, 850. Здесь, по-моему, я не помню, к сожалению, параметр, но, по-моему, меньше я его подкачивал. Ну, для меня он и так большой какой-то такой. Ну, да. У меня он, по-моему, по-моему, меньше. Да, тут он на бензинах меньше был. Какое масло? Масло, как обычно, 5W30. Ну, я имею в виду производитель. А, здесь какой-то я взял Hyundai. Вперед глянули, давай багажник посмотрим. У него же большой, удобный. Да, багажник меня полностью устраивает. Чемоданы помещаются, вещи, сумки, все влезает. Шторку, мы говорили, в гараже лежит. Да, шторку я оставил, да. У нее есть эти два положения здесь вот. Потому что кресло можно наклонить назад и вперед. Оба. Ну, это не буду там греша детского. Что тут, саб, да? Да, музыка хорошо так прям. Мне понравилось внизу. Можно давайте посмотрим. Вот тут, сейчас, секунду. Не хватает вот здесь в Kodiaqе. Короче, две таких ниши шикарных просто, шикарных. Причем еще поделены на три раздела. Вот это мне конкретно не хватает. Большой у меня багажник, но вот этого именно такой. Здесь вот смотрите, тоже все можно уложить. Масло вот такое вот, если кому интересно. Hyundai. Kia. ДПФ, вот, то есть для двигателей с фильтром сажевым. Вот, короче, багажник мне тут очень нравится. Потому что этот самый, колесико-то внизу. Да, оно полноразмерное, то есть оно не докатка. Туда вынесли, да, и все. А тут зато у тебя... Значит, и там эти сидухи ровные. Мы уже пробовали. Ровный пол получается. То есть ночевать где-то или что-то такое длинное перевезти. Ну, шикарно просто. Отлично. И вот я глянул, что очень быстро закрывается багажник. Да, есть два режима. Это самый быстрый. Да, ну вот это кайф. То есть не стоять тут по полчаса. Отлично, да. У меня тоже достаточно быстро закрывается. Ну, просто сейчас где-то на китайцах я столкнулся, что этот самый, очень долго. А, ну тут для детей, да? А сколько годиков? Ну вот здесь четыре с половиной ребенок сидит. Сейчас планируем осенью на бустырь пересадить. Ему уже тесновато. Уже ноги сюда упираются. Я все-таки высокий, и ему тут тесно. Ну, растет, растет поколение, да? Конечно, да, растет. Дочка вот там сидит, ей тоже нормально все хорошо. Хотел сказать, как сильный мальчик и... И еще мальчик, да. Вот у меня девочка и еще мальчик. Вот так вот. Состояние прям мне понравилось. Реально, вот кожаный салон тут с этим тоже с обдувом. Вентиляция сиденья, да, холодненько поддувают. И при режиме. Подогрев, да? И подогрев, да, вентиляция, да. Руль так блестит, но... Его надо было бы обработать чем-нибудь. Да, я это так не делал. Ничего нету такого, никакие ничего не облазит. То есть мне понравилось, как бы, состояние. Как на коже, вот, кстати, предыдущая машина была комбинированный салон. Здесь по краям кожи была, внизу была, посредине была ткань. Потейки, потейки? Да, нормально, в принципе. Я в футболке сижу, и если включить климат-контроль, охлаждение, то, в принципе, нормально все. Есть, кстати, забыл сказать, здесь есть несколько режимов регулирования поясницы. То есть ты можешь это регулировать. Я сначала немножко неправильно поставил, у меня спина прям гудела, бывало такое. Ну, сейчас все стабилизируется. Да, там такой же валик, валик такой этот сам. Да, валик. Если ты его выпришь, то как-то раз, и все, спина заболела. Да, да, а я думаю, это же хорошо, что машина повторяет контуры правильные человеческого вот этого лордоза и кифоза. Да. И я себе поставил, ну, да пусть у меня будет нормально, правильно. Ничего подобного. У меня спина болела, пока я себя не снизил. Это надо, вот я у себя уже так, то есть надо туда-сюда, то есть вот проехал 50 километров, поменял. А, поменял, да. 100 километров, поменял, то есть вот тогда вот оно. Ну, вот я первый раз с таким столкнулся, вот буду применять в виду. А с двух сторон или с одной? Только здесь, да, вот там такой регулировки нет. Здесь электропривод, там механический, но там обдув тоже есть. Чего не хватает, значит, адаптива не хватает? Адаптивного круиза-контроля нет, да, не хватает. Я бы его с удовольствием поменял на имеющийся у меня автопарковщик, который мне, в принципе, особо не нужен, но он здесь есть. И это прикольная вещь, я очень... И автохолд, да? Автохолд, автохолд хорошая вещь, я от него отказываться не хотел бы. А вот автоавтопарковщика можно отказаться, я могу сам припарковаться вообще легко. Что нравится? Вот есть же такое, что нравится в машине? Что нравится? Во-первых, автомат, это удобно после механики, конечно. Все-таки все, да? Подустал к 40 годам. Следующая машина тоже будет. Да, конечно, к 40 годам я подустал ездить на механике, тем более по городу иногда часто приходится все-таки ездить, частенько приходится подолгу ездить на механике в городе. На работу не езжу, но все же по выходным где-то как-то поднадоел. Да даже если по трассе, ты где-то хочешь проехать по населенному пункту, постоянно лежачие полицейские, другие дорожные знаки, ты постоянно передачи переключаешь. Так, автомат. Автомат нравится, да? Здесь свет лучше, чем на том автомобиле, на котором я был до этого, да? Ну да, мы все время сравниваем с предыдущими. Конечно, да, я же не могу сравнивать с BMW или с другими автомобилями. Свет лучше, так. Свет лучше, да, я все вижу. Ближний свет прекрасно работает. Есть дневные ходовые огни, это тоже очень приятный бонус. Там мне пришлось его доработать, такие ДХО установить, не забыл, как они называются. Динамика. Динамика автомобиля меня устраивает вполне. Лучше или хуже? Она, скажем так, своеобразная по сравнению с механикой, да? Потому что на механике ты мог передачу переключать на любых оборотах. Ты мог на 1800 переключить, а мог на 2200, например. И от этого динамика менялась. Здесь все-таки видно, что это работает АКПП. Шумоизоляция. Шумоизоляция хорошая, лучше, чем на Каптиве была. С другими автомобилями не могу сравнить. Зависит, конечно, тоже от резины. Резина у меня такая, она не совсем шоссейная, она у меня такая зубастенькая немножко. Я взял такую, чтобы там, думаю, можешь где-то... Универсальная. Она как будто, да, но она все-таки больше летняя, но она такая зубастенькая. Это все-таки от этого зависит. Все-таки если шоссейная резина, она будет работать, шуметь будет меньше все-таки. Что касается шумоизоляции. Так, управляемость как? Управляемость прекрасная, как на легковом автомобиле. Мне после Каптивы очень... На этом лучше, да? Очень, да, очень заметно. На каких-то неровностях автомобиль не ведет, нет вот этого скрипа, если какие-то переезжаешь, какие-то неровности такие, ухабы. Ну, там вы говорили, там на скручивание скрипело, да? Да, да, скрипело. А это нет? Это не скрипит, да. А подвеска сама как? Подвеска более собранная, такая, более не шатай-болтай, что ли, как это сказать, трудно объяснить. Ну, может, там уже была просто старая, как бы, нет? Да, мне кажется, что я уже потом ее, ну, я потом сделал ее новой. Я потом там поставил новые амортизаторы, селиндблоки я все поменял, все следил, и все равно, в общем, оно, как бы, особых изменений я не заметил. Ну, тот автомобиль-то, понятно, настолько раньше вышел. Конечно, да, технологии другие, да, и подход у Европы, это же как бы типа GM с замашкой на Америку. Вот эти вот Тахо, руль от Тахо, там, кстати, был такой вот огромный руль, но мне он нравился, кстати, очень. Чего не понравилось? А, ну, вот у меня по комплектации, да, то есть отсутствует адаптивный круиз, я все-таки понял, что он мне все-таки не помешал бы. Нужен. Вот, да, интересовался на сайтах профильных, в общем, где-то 100 тысяч рублей будет стоить установка. То есть можно, да? Можно достановить, да, есть организации, которые занимаются этим вполне легально, все будет хорошо с этим, ну, в общем, 100 тысяч рублей, посмотрим. Я, в принципе, не готов, хотел бы на автомобиле ездить достаточно долго, то есть я не готов его, там, продать через год, еще мне он нравится. В принципе, можно сделать такое вложение, вот, и заморочиться. Ну, это не так очень дорого, прям. В принципе, да, это очень, мне кажется, что... Так, адаптивного нет? Адаптивного круиза нету, да, это из минусов, да? Да. Вот, ну, там по динамике я сказал, да, что просто непривычно после механики. Особенности какие-то. Да, особенности после механики непривычно, а так, в принципе, как ты давишь педаль, так она и поедет. В целом, если взять, это повышение планки или, ну, по сравнению с предыдущей, или... Да, конечно, конечно, повышение. Автомобиль в два раза, в два раза моложе. Двигатель работает тихо, расход ниже. Вот, кстати, по расходу, что там... По расходу, ну, по трассе где-то, если ехать 110-130, то расход где-то 7 литров. А на Каптиве? На Каптиве, ну, 8. У меня так, по крайней мере, у меня так было 8. То есть это зависит от многих факторов, как работает топливная система, как ты едешь на механике. Ну, тем не менее, тут все-таки меньше, да? Да, тут меньше, да, это очень даже сильно заметно. Расход, смотрим, что тут. Сюда вот ехал, да, Руслан? Да, получается 30 километров проехал за 50 минут и потратил на это 6,7 литров на 100 километров. То есть где-то, если бы я час ехал, то было бы, ну, там, 7, допустим, условно. Понятно. Ну, там пробочки были небольшие, тут авария небольшая была на КАДе. Ну, это приятный расход всегда. Нормально, да, меня лишь бы не больше. Меньше не надо, а лишь бы не больше. Нормально. Пробуем автопарковщик. Да, нажимаем здесь кнопку специальную, выбираем потом на дисплее, какая нам нужна парковка параллельная, или нам нужна парковка боковая, когда мы заезжаем как бы в гараж. Нам нужно парковаться слева. Два варианта, да? Два варианта, да. Пока просто едем. Пока едем, да, можем обруливать кочки какие-то, препятствия объезжать. И вот он пока ищет. Ищет, ищет, ищет. Раз. Место обнаружено. Включите заднюю. Место обнаружено. Ага, и стрелочку показывает. Да, вот он будет подкрываться налево. Проверьте окружение. Двигайтесь медленно. Ой, ё-моё, ой, ё-моё, как он близко-то. Да нормально, я так же парковаюсь. Включите D, он говорит теперь. Включите D. Включите D, он выравнивает руль. Ага. Вот. Хитрюще. Включите R, он говорит. Так, заднюю. Да. Вот он даже, видно, чуть криво, ему не понравилось. Он всё равно объезжает, чтобы от Toyota подальше встать. И вот он. Включите D. Ну всё, теперь, говорит, уже можно управлять. Уже написано управлять руль самостоятельно. Парковка выполнена. Здесь чуть больше локтя, да? Ну то есть, а выйти можно? А ну можно я это? Да. Ну да, всё нормально. Ну вот, в принципе, да, вот он размах. А как зимой будет? Зимой будет тоже интересно, потому что посмотрим, как она будет парковаться в снег. Ну, мне, возможно, будет тяжело всё это ждать, и я буду сам парковаться. В общем, как обычно всегда я это делал. Ну это так, ради эксперимента? Да, ради эксперимента попробовать, как она. Надо будет им включать полный привод, вот этот вот, как он тут называется, Аштрек. Специальная разработка Хёндэ, или не надо будет. Посмотрим. Ну то есть, вызывает интерес, да, такой вот именно зимняя эксплуатация? Да, конечно. Тем более дизель, туда-сюда, полный привод, во дворе, как он там будет. Мне пригождался во дворе полный привод. На Коптиве. На Коптиве, да? Да, бывало, снегом заваливало так, что после метели, что уборщики сразу не проезжали. То есть, будь там у меня какой-то седан, например, ну, пришлось бы как бы с разгоном как бы ехать. А тут как бы включил, включил первую передачу, там вторую, и машина едет, когда надо, включает полный привод. На Коптиве, как бы он не принудительный, он такой автоматический. Ну, там-то еще и механика. Да, там механика, да. Там другая, поставь. Вот такой сегодня рассказ от Руслана о своей покупке, о своей машине. Ребята, напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Правильно ли Руслан сделал выбор? Ну, собственно говоря, это его выбор, его право. Ну, что вы думаете вообще об этой машине в целом? Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо всем, что смотрели. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok